Привет, друзья! Интересный пример я вам расскажу. По-моему, я это описывал в первой книжке «Ключ себе» ещё в 90-м году. Но не помню, но по-моему в этой. И там, значит, Неля Викторовна Крючкова у меня в своё время была педагогом в Институте Медицинском. А потом она была моим большим другом, а потом она была в секции у Ахмеда, моего тренера по карате, по джиу-джитсу, там по йоге и так далее. Великий Ахмед наш. И вот у него, кстати говоря, Гусейн Магомаев, мой друг, мы с ним вместе начинали у Ахмеда в подвале, там на Энгельсе, в художественном училище. И Гусейн Магомаев потом стал директором пять сторон света школы. И у него золотые медалисты и всё золото мира они забирают по ушу Санда. Да, очень много там детей учатся и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что Неля Викторовна Крючкова, замечательный педагог, она ходила в эту секцию в своё время, и там занималась цигун у Ахмеда. И в этом цигуне есть такое упражнение, как висеть на дереве. Ну, типа вот так вот стоишь, дерево обхватив, и как бы вот придав себе такое положение, и в таком положении находишься. В это время подходит Ахмед и даёт совет, как гуру, как наставника. То есть она имеет задачу. Запомните, пожалуйста, задача. Например, это, висеть на дереве. Второе. Совет наставника. То есть подсказка, как её решать. И он сказал, ну ты руки вот так сделай, так сделай. И третье. Она вдруг вспомнила наше занятие по саморегуляции, по методу Ключ. И в этот момент она вспомнила вот это состояние, которое мы называем нулевое состояние. И вдруг говорит, у меня всё преобразилось. Руки стали как-то так удобно, а я так могла уже висеть бесконечно. То что здесь произошло? Этот пример, когда я рассказываю, это я имею в виду, что любую задачу жизни, будь то упражнение цигун, будь то упражнение йоги, будь то написание стихов или рассказа, или подготовка к выступлениям, любая задача, которая есть у вас, если вы пытаетесь её решить, и в этот момент подсказки слышите, советы слышите, да, обучаетесь каким-то техникам, как лучше решить этот вопрос, там, ораторскому искусству, там, или ещё чему-то. Но в это время, если вы вспоминаете вот это нулевое состояние, ну вот этот так называемый квантовый переход, или я-то правильно его называю, как Аладжалова профессор в своё время называла, триггерный переход. Там на уровне сверхмедленных колебаний потенциал мозга, СМПК, там, посмотрите, профессор Аладжалова, она в институте психологии Академии наук тогда работала, я приезжал тогда из Армении с сотрудниками нашей лаборатории, и там провели несколько исследований, действительно, люди, когда уже владевшие ключом, под её аппаратурой, а у неё специальная была, которая сверхмедленные колебания записывала, они вызывали у себя это состояние, и она видела там вот этот триггерный скачок, вот этот, она говорила, вот видите, там на записях я показывал, что у них возникает этот триггерный переход, то есть лавинообразный такой. И вот, ну, пускай квантовый, это просто ради моды назвали, чтобы было более наукообразно, квантовый переход, ну, это обычный переход из обычного состояния в состояние трансовое. Вот этот скачок. Ну, короче говоря, дело не в этом, а дело в том, что если вы к любой задаче, решая её, готовясь даже, например, к полёту на самолёте, если вы боитесь, ну, это задача же, правда? В этот момент, в этот момент подключаете вот это нулевое состояние, вспоминая этот опыт перехода в ноль. А мы чем занимаемся в школе Человек Будущего Хомофутурска? Мы все обучаемся как наиболее простым образом, наиболее простым действием, максимально комфортным для себя, максимально коротким и лёгким выходить из стресса, выходить на нулевое состояние, из шитого шторма на штиль, выходить в это состояние без мятежности, без граничности, без времения, бесконечности, без страха, без шаблонов мышления. Ну, конечно, если у вас есть задача, вы её пытаетесь решить, и теперь вы отбросили страх и шаблоны мышления, естественно, вы её лучше решаете, потому что сама природа вам подсказывает в этот момент. У Нелли Викторовны Крючковой произошло это. И она потом мне рассказывала, знаешь, я, говорит, когда делаю это упражнение, говорит, у Ахмеда там в секции по цигун, я, говорит, стояла, он мне подсказку дал, как надо лучше стоять, и потом я вспомнила занятие по саморегуляции по методу Крюч, и у меня как-то всё внутри преобразовалось, и я так могла стоять вечно. Природа подсказала. И вот сейчас я хочу вам сказать, друзья, сейчас, поскольку мы находимся в состоянии большой неопределённости, от каждого из нас зависит, от нашей человечности, потому что сейчас все ищут во всём мире, на что же всё-таки опереться, на что же опереться, чтобы создавать образ будущего и как-то отрегулировать вот эти вот отношения, потому что рынок диктует одни отношения, а социальные условия, другие отношения. Нужна справедливость, там, доброта, любовь к человеку, ну, совесть, ну, очень много, ну, как совместить с рыночными отношениями вот эти человеческие отношения, как это совместить? А вот как раз, когда говорят, начинайте с себя, вот как раз-таки мы и занимаемся тем, а с чего, значит, с себя начинать? Начинать надо с того, что вообще известно тысячи лет, просто, просто это, любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, чувство стремления быть собой, собой, то есть творцом, да, ну, это же такие ценности вечные, общечеловеческие, так себя надо начинать как раз с опорой на общечеловеческие ценности, которые миллионы лет назад известны, условно говоря, миллионы лет, ну, может, немножко поменьше, ну, вот там, где происходит попытка найти союз между душой и телом, союз между психическими, физиологическими процессами, между, значит, первичностью духовных ценностей и первичностью материальных ценностей, потому что человек же состоит не только из души, как говорится, но еще и из тела, поэтому вот этот вопрос наисложнейший, и, конечно, этим вопросом пользуются постоянно те, кто проворнее, да, я помню, первые центры коммерческие такие, какие-то такие крутые, назывались «Милосердие», ну, конечно, а как вы хотели, конечно, наиболее циничные люди могли заниматься этим, чтобы назвать «Милосердием» «Милосердием» ну, цинизм, а мы хотим, чтобы была доброта, первичная, правда, и совесть, доброта и совесть, и справедливость, так на что опереться? Операться на ноль, как ни странно, потому что, когда мы освобождаемся от страха, а вместе с этим и шаблон мышления, и подражание авторитетам, и начинаем соображать самостоятельно, и наша голова, как говорится, у нас на плечах, и мы тогда пытаемся понять, как решить тот или иной вопрос, и когда мы пытаемся это понять, мы задумываемся, и когда мы задумываемся, у нас этот переход и сам, естественно, происходит, на некое нулевое состояние, такое, знаете, эмоциональной незацикленности, а как будто мы смотрим на ситуацию со стороны, созерцание, когда ты одновременно и участник события, и как бы его свидетель, да, но мы сегодня под знаком Берегини, видите, Берегини, какая классная картина, да, ну ладно, друзья, до встречи, а, кстати говоря, я вам хочу сказать, ко мне выходят люди иногда, больные люди, и говорят, мы делаем вашу синхрогимнастику, там посмотрели в интернете, слушайте, больным не надо сразу синхрогимнастику делать, больным надо сначала, во-первых, мы не клиника, и никого не лечим, во-вторых, сначала посмотрите описание под роликом, и там написано, синхрогимнастика в учебнике физкультуры для 10-11 классов, профессора Матвеева, физкультуры, а тут больной, который еле двигается, какая синхрогимнастика может быть? Синхрогимнастика для людей, чтобы за 5 минут поддерживать, наверное, целый день себя в рабочей форме эмоциональной, интеллектуальной и физической работоспособности, а для того, чтобы восстанавливаться, надо подбирать по критерию максимальной комфортности себе движения, которые хочется продолжать. Да, ну мы об этом еще в следующий раз скажем. Итак, когда вы решаете любую задачу, хоть выздоровление, хоть обучение иностранным языкам, хоть йогу, хоть цигун, хоть медитацию, хоть что хотите, время от времени надо задуматься. А если вы знаете принцип, как выходить на это нулевое состояние, воскрешаемой задачи, подключится вся ваша природа и поможет вам ее лучше решить и более естественным образом, более приятным и доступным для вас. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Продолжение следует...